И что, заливаем соком? Да, прям вот так, смело, не боясь. Апельсиновым соком. Таня, вот к какой национальной кухне мы могли бы отнести этот рецепт? Ну, собственно, подожди. Если это ваш рецепт, то тогда получается... Навкинской. Навкинской, да, с вами перспектива. И той же приправой, да, что мы посыпали? Да, да, да. Танюш, накрываем это всё. Всё, в общем-то, мы теперь... А нам нужно фольгой-то накрывать? Да, обязательно. Накрываем это фольгой. Это же должно всё томиться. Ну, че... А, ну, быстрее. Не знаете, что я забыла ещё для... Розмаринчик. Конечно. Ну, конечно. Туда внутрь? Да, для запаха немножечко. Но можно даже и побольше. Больше, да. Можно даже и побольше. Наверное, чтобы он не попадался, лучше крупный. Да, 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 да. Он даст очень правильный ароматик. Всё-таки... А вина ещё, вина, вина. Можно чуть-чуть вина. Таня, это вы хотите вина или вы туда хотите добавить? Нет, я хочу туда вина. Всё, я понимаю. Хорошая, сухая, красная. Потому что у нас такое часто было. Вот тут готовили. Вот смотрите, есть хорошее белое. О, прекрасно. Да, да, да. Вот так кислиночка. Да, да, да. Прекрасно. У нас, в принципе, есть апельсиновый сок, который тоже с кислотой. Так. Так, вот так. Плотно, плотно. Потрясающе. Итак, дорогие зрители. Я прошу обратить внимание. Татьяна, помогите, пожалуйста. Открывается духовка. У нас 180 градусов. Поставили. Всё. Сколько, Таня, это должно находиться там внутри? Минут 20. Кто как любит рыбу? Ну, минут, я даже допускал 30. Она ж там не сгорит, не высушится. Мы же накрыли её. Маэстро Деолиева. Частичка Испании на вашем столе. Витя, Висечка, проснись. Половица, слышишь, как скрипят. Милая моя, да успокойся, это ж мама твоя. Она ж по ночам всегда мясо из борща ест. Из кинофильма «Танцующая в темноте». Дорогие друзья, с вами в этом канале. Нас в гостях сегодня Татьяна Навка, с которой мы уже поставили в духовку форель по фирменному рецепту. И, Татьяна, что мы сегодня будем делать в качестве закуски или в качестве другого блюда? Просто салат. Просто салат. Очень лёгкий. Хочу задать вопрос. Задай. Вопрос, который, ну что, вот что нам, почему мы всё узнаём оттуда, из этих журналов глянцевых, которые для мухобойки-то хорошо, а для чтения-то никудышные? Никудышные. Вот вопрос, который, сколько, Таня, ты каталась, блистала, будучи яркой, природной блондинкой? Но сейчас, Тань, как будто потемнело в глазах у нас у всех. Не, ну, во-первых, скажи, тебе нравится? Почему? Мне очень нравится. А как больше? Как мне больше нравится, Тань? Да мне по-любому нравится, Тань. По-любому нравится. Ты, главное, Тань, наголо не брейся. Я вот тут теряюсь. А волосы, как хочешь, ну вот просто, чтобы понять, правда, как, как, почему такое вот резкое? Ну, во-первых, давно мне была такая мечта стать чуть-чуть брюнеточкой, ну да, шатеночкой, да. И еще, когда даже перед Олимпиадой я выбрали мой образ Кармен, я, естественно, надеялась, что я перекрашусь обязательно. Но все, у меня никак не хватало смелости. Это же такой серьезный шаг. Это очень серьезный шаг, потому что уж больно хорошо мне был блондинкой. И все, потом, после Олимпиады, года четыре, я все никак не решалась, и вдруг вышли на меня. Ты всем рекламировала нам, и была ослепительной блондинкой. Блондинкой. И вот в этом году они мне говорят, Танечка, мы так тебя любим, но хотели бы видеть тебя в другом немножечко образе. И ты подумала, если деньги сами плывут в руки, а я давно хотела. А я давно хотела. Но ты же не сказала им, что ты давно хотела, ты сказала, я, брюнетки, никогда. Ты понимаешь? Они сказали, а вот столько. Нет, может быть, вот столько, ну не знаю. Ну я подумаю. Ну не знаю, да, вот как удать, это всегда. Ну как-то так это было, да. Ты знаешь, вот у меня то же самое... Прям в корень влеча. Да? Вот два раз, и все получилось. А я, между прочим, Танечка, вот ты на меня посмотрел не просто так. Ты абсолютно права. Я однажды красился в блондин. Я даже не представляю. А я тебе хочу сказать. Я учился в театральном институте, и мне предложили сниматься в кино. И по сюжету, а это было начало 90-х, сюжеты были не так важны, как бюджеты. По сюжету я должен был играть сына аргентинской женщины. И режиссер решил, что я буду более похож на сына аргентинской женщины, если я буду блондином. Ты будешь блондином. И меня перекрасили в блондином. Но мне кажется, что все-таки проще блондина перекрасить в брюнета, нежели наоборот. Это что мне выжигали волосы. Ты знаешь, что это такое? Прямо как, знаешь, ну что в Петербурге в 94-й год. Какие там салоны красоты? Это тебя на руках несли туда. А мне что, взяли аккумуляторную кислоту? Раз, на голову. И все. И я был блондином, ходил. А потом волосы начали отрастать, у меня были очень красивые темные корни. Они не выпали? Ну, частично выпали. Мне кажется, что... Частично выпали. Ну, потом что-то вернулось, что-то так и осталось там, в фильме. Понятно. Веселая проплешина, так называли меня, мои накусники. А я пока очень веселая. Иди ты к Лешему, веселая проплешина, честно. Танюшечка, а что это ты делала? Ты салат уже сделала? Ну, подойдет. Как же так получается? Нет, сейчас самое-самое-самое. Можно я узнаю? Так, нам нужно... Я на секунду ворвусь, потому что это очень здорово, что ты прям все молниеносно это делаешь, но надо же понять, что ты делаешь. Значит, мы взяли, у нас три варианта салата. Насколько я понимаю, сейчас есть возможность, друзья, вот этот салат просто купить в пакете. Мы ты уже готовы, да? Да, да, люблю. Рукла, это... На самом деле, все, что люди любят. А вот это что, это же китайское? А это называется, это как-то мне говорили, цикорий. Цикорий, прекрасно. Так вот у нас... Я сегодня узнала, что это называется, цикорий. Цикорий, ну, так красиво, да? Цикорий, кстати, очень распространенное имя для... 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 Для мальчика. Понятно. Цикорий. Берем грушу. Цикорий Андропов. Красиво имя звучит, да. Берем грушу. Да, вот я помогу. Взяли грушу. Разломали. Немного пополам. Так. Вот, немножечко делаем вот здесь сердцевиночку. Ну, то есть вынимаем... Да, да, да. Можно я тоже вот с этой так же сделаю, я... Получится у меня так или нет? Интересно. Ну, да, вообще груша должна быть, конечно, мягкая и сочная. Более спелая, да? И более... Немножко другой сорт. Ну, да, груши еще пока не подоспели. Так, значит, мы вынимаем все... Так вот, чтобы сюда поместился у нас сыр. Можно даже поглубже. А-а-а! Так мы вырезаем прямо внутренностью груши? Да, ну вот я говорю, груша должна прямо сочно идти, чтобы она вот прям таяла во рту. И тогда туда можно... А, где это еще волшебные штучки, снимающие... Сейчас, шкурочку. Сейчас, одну секундочку. И так. Так мне нравятся вот такие штучки, которые вот так вот делают. Таня, да, но ты же... Ну, все-таки ты-то давно с ними познакомилась. Ты в Америке вот с какого года? Ты в Америке вот с какого года? Ты в Америке вот с... С 93-го. С 93-го года. Помнишь свое первое впечатление кулинарное, гастрономическое от Америки? Что тебя поразило? В Америку ты приехала первый раз. Я расскажу. Когда я уехала в Америку, как раз это было 92-91 год, вот и нас поселили в такой центр американский, как центр олимпийской подготовки, то есть там сборной, разные виды спорта жили. Так, сейчас сыр. Таня, а правильно ли я... Вот как груша должна лежать? Как вот вам больше нравится? Ну, я... Ну, центр правильный, это я неправильно положила. Вот, центр, груша лежит, сыр. 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 Мы достаем сыр. Уж не... Ах, какой сыр. Это какой сыр? Это кузий. Кузий? Угу. Здравствуй. Я всегда здороваюсь. Кузий. Здравствуй, сыра. Кузий – хорошая фамилия для скрипача. Для вас играет Сыкурий Козий. Значит, что мы делаем? Еще нам нужно... Уж не орешки ли обжарить? Угу. Ну, так это мы сделаем, Таня. Так, что мы делаем с козьим сыром? С козьим сыром мы его должны немножечко разогреть. В принципе, его можно разогреть правильно. Ну, что, не песен нам не нужно? Да, шикарно. Вот так, да? Вот так прекрасно. А можно, Таня, у меня такое предложение, я не знаю, оно такое смелое и экспериментальное. Взять его и прямо в духовку туда поставить. Вот, так, за неимением микроволнов. Вот так вот. Шикарно. И сколько? Просто, чтобы он тепленький стал. Можно, чтобы стал... То есть, надо буквально через несколько минут его достать. Продолжение следует...